Здравствуйте! Сколько раз надо обмануть человека, чтобы он наконец перестал себя обманывать? Ответ на этот вопрос поищем сегодня вместе с соседями. С Анатолием Акуловым и Альбиной Ловецкой. Добрый вечер! А еще сегодня у нас в гостях сотрудник пресс-службы ОМВД России по Великому Новгороду Ольга Коробова. Ольга, добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Соседи, мы в прямом эфире. Студийный телефон 67 97 67. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ольга, наверное, ни одной теме мы не посвящали столько эфирного времени, как профилактики дистанционных хищений денег у граждан. Но число таких преступлений, как мы знаем, не уменьшается. Почему? Да, проводится огромная работа по профилактике. И вам огромное спасибо, что вы всегда идете нам навстречу, помогаете. Но, к сожалению, наши граждане почему-то продолжают не слышать нас. Коротко цифры, совсем немного. За 8 месяцев в Великом Новгороде 799 человек пострадали от таких преступлений. Конечно, наблюдается небольшое снижение, потому что в 2020 году было зарегистрировано 1039 преступлений. Ну, всего лишь на 5% меньше. Но все-таки, наверное, это маленькая победа наша с вами вместе. За август уже 82 преступления. И буквально за прошедшие сутки есть пострадавшая, которая перевела по 500 тысяч рублей мошенникам. Она взяла эти деньги в кредит, представляете, отправилась в банк, поверила, взяла в кредит и перевела их на 33 различных номера телефона. То есть ей диктовали. Да, она стояла все это время у банкомата и переводила деньги. Почему так происходит? Как можно? Может, это гипноз какой-то по телефону? 33 номера. На самом деле граждане даже не могут пояснить. То есть они настолько верят тому, кто звонит, кто им рассказывает это. И вот бездумно идут, выполняют все эти действия, которые им говорят. Я сам однажды чуть не поверил. Серьезно? Звонили? Звонили и долго разговаривал. Пока мне коллега не сказал, включай на громкую, будем издеваться. А, издеваться? Все вместе послушаем. Но, несмотря на то, что примеры мы постоянно приводим и рассказываем, как это происходит, давайте еще раз расскажем нашим соседям, что это за случаи? Случаи совершенно разные. Начиная, например, приходят сообщения в социальных сетях о том, что, якобы, да, друзей и знакомых о том, что необходимо срочно деньги на что-либо, да, покосить кредит, что-то срочно купить. Люди совершенно дальше не интересуются, действительно это так или нет, переводят деньги и потом уже узнают о том, что страница, например, заблокирована. То есть, получается, мошенник изломал страницу. Да, мошенник изламывает страницу и далее использует данные владельца страницы и тем самым, скажем так, наживаются таким образом. Ну вот если совсем конкретики, то вот, например, 31 августа в вечернее время женщине звонят на сотовый телефон, представляются якобы сотрудниками банка и рассказывают о том, что срок договора банковского истек. И нужно сейчас, вот по телефону можно это все переоформить, для этого необходимо назвать все данные банковской карты, а также код, который находится с обратной стороны карты, код, который совершенно никогда нельзя никому называть. Это ваша личная информация, которую вы должны хранить только у себя в голове и больше никому не говорить. Женщина верит всему этому, называет все, что у нее просят. В итоге она обнаруживает, что с карты списаны 29 тысяч рублей. То есть это один из видов. Мошенничество видов. 3 сентября 45-летний новгородец опять-таки же получает звонок, представляется сотрудниками службы безопасности банка. И вот сейчас эта самая, наверное, распространенная схема, говорят о том, что на ваше имя мошенники пытаются оформить кредит. И чтобы остановить эту операцию, человек сам должен пойти в банк, взять кредит на эту сумму, которую якобы мошенники оформляют, и перевести ее на безопасный счет. Люди верят, мужчина поверил. Причем он отправился в банк со своей супругой, то есть она все время была рядом. И ничего не заплатывалось. Они оформили кредит на 581 тысячу рублей. Ужас. Далее они отправились, да, проследовали вместе в банкомат и стали вносить деньги на мобильные номера. То есть вот этот мужчина осуществил 38 операций. Представляете, он стоит, держит в руках 581 тысячу и совершает эти операции. То есть никаких не закралось у него сомнений, о том, что, возможно, я что-то делаю не так. И надо бы, наверное, остановиться. Давайте еще один пример. Сразу же я немножечко опережу вас. Есть пример, как новгородцы обвели вокруг пальца. И рассказ от первого лица наши соседи могут посмотреть прямо сейчас. У нас есть видео. Поступило сообщение в контакте от знакомой, с которой мы уже знаем друг друга больше 40 лет, с просьбой перевести деньги. Она просила срочно это сделать, да? Да, она просила это делать срочно, потому что завтра у нее предстоял платеж по кредиту, списание с ее банковской карты. И прислала номер счета, фотографию карты, на которую просила перевести деньги. На карте не было имени написано? Было. Было имя написано. Да. Ее имя. Ну и деньги перевел. Сомнений не возникло в таком моменте? Нет, сомнений не возникло в том, как человек давно очень незнакомый и много мести пройдено, скажем так. После этого попросила, деньги она получила и попросила переслать еще денег, так как неверно указала сумму требуемую. Я еще раз перевел, да. И после? И после этого от нее пришло еще сообщение, что второй платеж не прошел, банк почему-то заблокировал операцию. После этого у меня возникли сомнения, что туда ли я перевожу деньги. Попросил ее перезвонить мне. Она мне ответила, что перезвонить не можно, так как у Динамик сломан у телефона. Тогда я сам набрал ее. Она мне ответила, что у нее взломана страница ВКонтакте, что сообщение мне не посылала. Вот как раз, да, мы увидели человека, да, которому написали от лица знакомой, то, о чем вы говорили. Ну, наша задача сегодня предупредить как можно больше новгородцев и рассказать, как еще это происходит, какие бывают случаи. Ну, может быть, там, грубо выражаясь, напугать их цифрами, да, теми суммами, на которые происходит. Вот смотрите, за прошедшую неделю мы посчитали, и это получился 1 миллион 248 тысяч рублей новгородцы перевели мошенникам. То есть всего лишь за неделю, за 7 дней вот такая огромная сумма. Но бывают и случаи, когда, скажем так, за один раз люди переводят 2 миллиона и больше. Так, например, жители областного центра ему позвонили, было утро, как он говорил, шикарное, отличное утро. Ему поступил звонок о том, что вот происходит странная операция на вашем счету, и мошенники пытаются взять кредит на ваше имя, да, и мы, они представили сотрудниками правоохранительных органов о том, что вы сейчас участвуете в спецоперации по задержанию мошенников. Мужчина поверил совершенно всему, что ему говорили, отправился в банки, и, как он говорил, вот положительная кредитная история помогла ему взять в кредит 2 миллиона рублей, которые он переводил в течение нескольких дней на те счета, которые говорили злоумышленники. В общем, в итоге через несколько дней у него возникли сомнения, что все-таки, наверное, что-то здесь не так. Он позвонил, перезвонил в полицию, в банки, ну и, конечно, вот получилось так, что его обманули. Был еще один очень такой случай, когда женщина в общей сумме перевела 3 миллиона рублей, и даже она продала квартиру свою, то есть там была очень такая история, да, сначала она взяла кредит. В голове не укладываются эти истории. Взяла кредит на полтора миллиона рублей, после чего ей сказали, что нужно еще деньги, в общем, вот так вот она лишилась еще и квартиры. То есть люди совершенно не задумываясь переводят деньги, что, наверное, самое страшное в этой ситуации. Да, есть случаи, вы про них сегодня уже немножко рассказали, когда мошенники представились сотрудниками МВД или других правоохранительных структур, и при проверке номера в интернете обнаружилось, что действительно он принадлежит ведомству, были такие истории. Как поступать в такой ситуации человеку? И как убедиться, что ему действительно звонят сотрудники правоохранительных структур? Сейчас существует такая вот тенденция, когда мошенники используют так называемые подменные номера. То есть они знают, да, может быть, на сайте посмотрели еще где-то номера, их используют. В этом случае, вообще в любом случае, мы советуем не разговаривать по телефону, обратиться в полицию, в дежурную часть полиции. Все знают, телефон 02 или 112 можете обратиться, или 102, если с мобильного. А также мы всегда советуем, если все-таки что-то случилось, вы перевели деньги или у вас есть сомнения, позвоните на горячую линию банка. На банковской карте всегда есть номер телефона, можно найти в интернете очень быстро, да, и позвоните, уточните, действительно ли что-то происходит, действительно ли с вашим счетом какие-то проблемы. Вот это, наверное, самые простые советы, которые в этом случае можно дать. А откуда вообще берут мошенники всю эту информацию? Откуда они знают столько подробностей о том человеке, которого хотят обмануть? Да, видимо, у них есть свои какие-то каналы информации. Ну, стоит ли сейчас говорить о том, чтобы люди не выкладывали слишком много информации о себе в соцсетях? Ну, это тоже можно использовать. Конечно, это тоже можно использовать. Мошенники часто, да и не только мошенники, просто какие-то преступники могут использовать всю ту информацию, которую мы спокойно выкладываем в сеть. Есть какое-то понимание, как мошенники выбирают потенциальных жертв? Ну, можно ли сказать, что одни люди находятся в зоне риска, в высокой группе риска, а другие, собственно, не будут отвечать? Знаете, мы проводили также анализ совершенно разные слои населения, совершенно разный возраст людей, которые попадают на ловки мошенников. Наверное, нельзя говорить, что выбирают конкретных кого-то. Наверное, любой. Любому человеку могут позвонить, только единственное, кто как отреагирует. Кто-то верит, а кто-то все-таки нет. А вот, кстати, время суток играет роль. Вы сказали, что человеку с утра позвонили, то есть когда еще бдительность у человека спит вместе с ним. Опять-таки же, по времени совершенно разное. Время может быть утро, может быть вечер, наверное, все-таки как у человека под настроение. Абсолютно. Любой звонок должен насторожить человека. Конечно, никогда не называть свои данные, банковская карта, свои паспортные данные. Просто не разговаривать. Не бояться быть невежливым. Сбросили, положили трубку, все. Если нужно, перезвонили в 112. 112, да. Или же, если есть сомнения по карте, горячая линия банка, банк всегда готов ответить на вопросы. И те заветные три цифры с обратной стороны, ваши банковские цифры. Никогда. Это ваша личная информация, которая принадлежит только вам и никому больше. А может такое быть, что интернет-покупки немножко расслабили наших граждан? Часто же, когда совершаешь такую сделку. Проблема, к которой мы сталкиваемся, наверное, каждый день. Люди активно пользуются сайтами. Вот опять-таки из живых примеров, которые были в областном центре. 3 сентября к нам обратился мужчина и рассказал о том, что его жена захотела приобрести себе шубу. Нашла в интернете, нашла по акции, договорилась с продавцом. Продавец ей выслал ссылку, куда надо перевезти деньги. Мужчина со своей банковской карты оплатил. После чего продавец перестал просто выходить на связь. То есть он попросил полностью сумму за стоимость шубы. В общем, исчез, осталось без шубы и без денег. Опять-таки же очень часто мы сталкиваемся с тем, что на сайтах бесплатных объявлений, когда вы выкладываете объявления, вам могут позвонить или написать в мессенджерах различных о том, что я готов купить. Например, 5 сентября женщина разместила объявление о продаже автокресла. В тот же день ей написал мужчина, сообщил, что да, я хочу приобрести, сейчас я вам скину ссылку для перевода денег. В общем, что-то ей там еще рассказал. Женщина перешла по этой ссылке. В итоге, значит, у нее с карты также были списаны деньги и 3 тысячи рублей. Просто перешла по ссылке в интернете. Ничего нельзя нажимать, никому нельзя отвечать. Нужно нажимать на цифры 67, 97, 67, как делают наши зрители. Давайте пообщаемся. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня слышно, меня зовут Наталья Борисовна. Наталья Борисовна. Вот у меня вопрос такой, нам, конечно, звонят бесконечно, с разными вопросами, разной интерпретацией, вот этих вот банк, не банк, там что-то еще, служба безопасности. Но вот хотелось бы понять, почему эти игры с мошенниками получаются только со Сбербанком, номер 900. Загадочная цифра. Спасибо большое. Есть ли привязка к банку? Привязки к банку совершенно нет. У нас страдают владельцы карт совершенно различных банков, и говорить о том, что какой-то один банк, это совершенно неверно. Вы ответили на вопрос. Да. Возможно, вопросы не к вам, но вы, может быть, знаете об этом. Я подумал, а есть ли какая-то помощь людям, которые пострадали? Такие огромные суммы, квартиры, хоть в санаторий отправляй, хоть уменьшай ставку по кредиту. Есть ли какая-то помощь или нет? С нашей стороны мы постараемся раскрыть преступления. С вашей раскрытия, это понятно, да. С другой стороны, наверное, сложно сказать. Но еще бы хотелось, чтобы все вот прям запомнили, если вы все-таки совершили какие-то переводы денежных средств, то можно постараться, если вы переводили на телефоны, на мобильные телефоны номера, да, сейчас это вот прям актуально, можно прям вот срочно обратиться в компанию, да, которая принадлежит номера телефона, и постараться заблокировать транзакции. Можно успеть? Есть какие-то несколько минут? Прям есть совершенно немного времени, чтобы успеть это сделать. Такие случаи были, ну, пока немного, но мы сейчас всем говорим о том, что если все-таки вот вы перевели, и вдруг вот прям здесь осенило, да, о том, что все-таки вы перевели мошенникам, то вот прям срочно попробовать приостановить. А по поводу помощи, наша с тобой сегодня основная миссия, донести как можно больше информации до наших соседей. Вы сказали о профилактике. Вот в качестве профилактики действительно ли вы используете медийные лица? Есть такой момент? Вы знаете, мы используем различные моменты. Мы ходим по квартирам, чтобы донести гражданам, да, как бы так, один на один. Мы в общественном транспорте развесили всевозможную информацию. И кинокомиссия Новгородской области нам пошла навстречу и помогла нам организовать челлендж, который называется «Стоп-мошенник». С их помощью мы привлекли к этой акции знаменитых людей. В этой акции уже поучаствовал Михаил Шервинт, Владимир Политов и вот сейчас актер Носик. Которого мы сейчас увидим. Да, у нас есть видео. Внимание на экран. Смотрим. Дорогие друзья, в наше очень непростое время надо беречь свое хорошее настроение, свое здоровье и финансовые средства. Пожалуйста, не поддавайтесь на уловки мошенников. Если вам звонят из банка с какой-то плохой информацией, не надо психовать. Положите трубку, подождите 10 минут и перезвоните в свой банк. Я уверен, выяснится, что до этого вам звонили мошенники. Если вам звонят представители следственных структур или силовых, тоже не переживайте. Никто не будет вгонять вас в панику. Если они вас захотят найти, они вас найдут в спокойной атмосфере. И третье. Пожалуйста, никогда не передавайте данные своих банковских счетов и карт никому, потому что никто, кроме вас, их знать не должен и не может. Так что берегите себя, здоровье и свои деньги. Большое спасибо артистам. Телефонный звонок 67 97 67. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Хотела задать вопрос такого плана. Мне недавно звонили с неизвестного номера телефона. Я взяла трубку, со мной начали разговаривать. И в ходе разговора я поняла, что с меня хотят узнать какую-то информацию. Это мошенники. Бросила трубку. Вопрос такой. Надо ли этот номер телефона сохранять и сообщать правоохранительные органы? Замечательный вопрос. Спасибо вам, что вы проявили бдительность и не стали дальше разговаривать, а повесили трубку. Просто огромное спасибо, что есть такие сознательные новгородцы. Конечно же, вы можете запомнить номер телефона, записать и обратиться в дежурную часть, либо по телефону 02 и передать эту информацию. Мы ее обязательно проверим. Достаточно будет телефонного звонка или заявление какое-то? Нет, конечно, просто можно позвонить. Это замечательно. Время не нужно тратить, но, наверное, лучше это сделать. Обязательно. На чужих ошибках учатся. Озвучьте нам, пожалуйста, еще. Давайте еще один пример. Не знаю, может быть, мы сегодня запугаем новгородцев. Давайте запугаем. Что уж наверняка. 4 сентября 44-летний новгородец пришел к нам в полицию для того, чтобы сделать заявление. Он рассказал о том, что еще 24 августа ему на мобильный телефон позвонили. Представились службы безопасности банка. Сообщили о том, что на его имя хотят оформить кредит. Ну и чтобы это все приостановить, необходимо перекрыть этот кредит. Ему сказали, куда нужно обратиться, подать заявку. Он получил 500 тысяч рублей по кредиту. Он отзвонился тому человеку, который ему. Он звонил и сообщил о том, что я все получил кредит. Ему даже вызвали такси. На такси он отправился в один из крупноторговых центров, куда ему было сказано, к банкомату. И стал переводить вот эти деньги. Дальше ему позвонили, сообщили, что вы участвуете в сложнейшей спецоперации. По поимке мошенников. Значит, вы дословно прошли первый этап. Дальше вы можете нам еще оказать помощь, чтобы уже окончательно поймать злоумышленников. Для этого нужно взять еще 600 тысяч рублей. Ужас какой. Да, мужчина берет еще один кредит. Страшно на самом деле. На самом деле очень страшно. Да, и потом уже, наверное, неприятно осознавать, когда человек осознает, что... В какой момент он понял? Он еще не понял. Он взял эти деньги, отправился снова к банкомату и переводил на 48 номеров. То есть, опять-таки же, скажу, он совершил 48 операций по переводу денег. И вот сомнений у него не возникло. А через несколько дней, то есть еще время проходит, ему поступает звонок. И некий мужчина говорит, а вот вы знаете Алексея, который вам ранее звонил? Представлялся, он говорит, да, вот мы общались. Дальше ему говорят, это мошенник. То есть, он уже обманул очень много людей по стране. Вот и вы пострадали. Вот только после этого мужчина обратился в полицию. Ну что ж, у нас времени очень мало остается. Давайте вот буквально полминутки обращения к новгородцам. Еще раз вот такие основные напутствия. Как не стать жертвами мошенников? Конечно же, в первую очередь, никому не сообщать данные своей банковской карты. Особенно, как мы уже сказали, ни один раз никому не сообщать код, который находится с обратной стороны карты. Ничего не сообщать. На этом и закончим. Спасибо вам большое за сегодняшнюю программу. И вообще за то, что вы делаете. Спасибо, с редакцией всегда можно связаться. По телефону 638-005. Мы благодарим нашу гостю и прощаемся. Всего доброго. До свидания. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»